Всем привет! С вами стильное, вкусное, яркое шоу Median Stars. И мы его ведущие Милана Сосновская. И пока, Виктория. Как ты думаешь, что губит начинающего гения? Критика? Нет, невозможность самовыражения. Знаешь, мне кажется, настоящий гений всегда найдет для себя каналы для самовыражения. Да и вообще, не бывает начинающих гениев. Ими рождаются, они становятся. Но ведь способность заявить о себе – это очень смелый поступок, который говорит о многом. Ведь множество великих творцов так и остаются неизвестными. Так или иначе, они оставляют свой след в истории, но просто не подписывают его. Наш сегодняшний сюжет о том, что происходит, когда люди дают возможность насладиться другим их творчеством. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Всем привет! Это рубрика «Кидс Контроль». Я Злата Киричинович, и мы находимся на выставке «Я Мане», «Я Шишкин», «Я Малевич» в Национальном центре современных искусств. Ну, выставка и выставка, скажете вы. Что здесь может быть интересного? А вот и может. Главная фишка этой выставки в том, что не имея значения, есть ли у вас специальное образование и выставлялись ли мы ранее, вы все равно сможете принести сюда свою работу. Выставка проходит уже четвертый раз. И с каждым разом все больше работ и больше зрителей. Это означает то, что в нашем мире больше художников и больше творцов. Чем мы думаем? Предлагаю рассмотреть работы повнимательнее. Кто знает, может в следующем году и я захочу представить здесь свои работы. Пошлите! И как же все-таки сделать так, чтобы принять участие в выставке? Об этом более подробно нам расскажет Ольга Клип, автор и куратор этой программы. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Расскажите, какие шаги нужно сделать, чтобы принять участие в выставке? Во-первых, нужно хотеть и принести свою работу как художника на выставку. Обычно мы это делаем в течение трех дней, когда каждый желающий, кто создал живопись, культуру, графику, в любой технике выполненную работу, может предоставить ее на выставку. Как вам пришла идея создать этот проект и какие плоды приносит эта выставка? Эту идею я подсмотрела у американского куратора, который в 1972 году создал проект по тем же правилам. А что касается самих работ, многие из этих работ на выставке покупают, а те, которые не покупают, художники забирают себе назад в мастерские и домой. Здравствуйте, Александр! Расскажите свою историю, как вы стали художником. Здравствуйте, художником я стал в достаточно более зрелом возрасте. Я проснулся 27 января 2016 года, помню эту дату, и решил, что я художник. Не зная правил, не зная техники, мне пришлось самому придумывать. Вот одна из моих работ, она называется «Жизнь». Она была написана в канун Пасхи и показывает, что жизнь, она все-таки конечна. Но новая жизнь, она возникает из гнезда, и новая жизнь, она всегда стремится к будущему. Главная фишка этой выставки в том, что даже непрофессиональный художник может повесить здесь свою работу. Расскажите свою историю. Да, у меня действительно очень интересная история. Я закончила нархоз, у меня экономическое образование, и на крупной фирме от бухгалтера я дошла до начальника финансового отдела. У меня было все хорошо, стабильно, но душа действительно требовала творчества, поэтому я оставила эту работу, я слушала себя. Я поступила в Академию искусств на графического дизайнера. Буквально месяц назад я уже получила диплом графического дизайнера, и в этот период я открыла две студии, в котором каждый желающий может обучаться, рисовать, и в том числе приносить работу на эту выставку. Дина, насколько я знаю, в Центре современных искусств планируется новый проект. Расскажите о нем. Да, это большой проект международный, который откроется 7 мая, и это проект о Второй мировой войне. Основная экспозиция будет состоять из современных художников-фотографов. Это их взгляд на историю, на Вторую мировую войну, современным языком. В основном это фотографические проекты. А вот вторая часть, мы бы хотели собрать именно архивы того времени, фотографии семейных архивов, истории, связанные с дедушками, с бабушками, которые, может быть, воевали или работали в тылу, например. Поэтому мы объявили такой open call, сбор. То есть любой желающий может написать мне и прислать, просто даже сфотографированный телефон, например, эти документы, которые хранятся в семье, рассказать историю. И мы потом хотим собрать этот архив и показать в рамках этого большого проекта у нас здесь, в Центре. Я получила новый и интересный опыт. Еще здесь можно почувствовать себя частичкой чего-то нового. И я, Злата Кричневич, на этом буду прощаться. Всем пока-пока. Ты знала, что есть способы вдохновить себя на работу? Среди них создание вдохновляющей атмосферы, вознаграждение себя за труд. Самое главное, что вдохновляет на работу, это любовь к делу. Это необходимые условия. Хотя что-то мне подсказывает, что многие люди заставляют себя заниматься нелюбимым делом. Ведь это так трудно, каждый день переступать через себя. Да, согласна. Поэтому сейчас я предлагаю пообщаться с теми людьми, для которых каждый рабочий день – это праздник. Всем привет! С вами на связи Лиза Вайтикян и вы смотрите рубрику Media Moment. Сегодня нас ждет встреча с интересным человеком с нестандартной профессией – саунд-продюсер. Все тонкости и секреты этой нестандартной профессии мы узнаем прямо сейчас у Сергея Пономарева, более известного под псевдонимом «Сатим». Чтобы полностью окунуться в процесс создания музыки и, может быть, даже посмотреть, как это происходит, мы прямо сейчас находимся в студии у Сергея. Сергей, привет! Привет! И сразу первый вопрос. Кто такой саунд-продюсер и в чем заключается его должность? Так, ну, саунд-продюсер, да, есть такое понятие, но больше, ну, за рубежом, наверное, просто говорят продюсер, потому что им является именно человек, который что-то производит, да, продюс, что-то производить. В данном случае это писать музыку, да. Я конкретно занимаюсь созданием музыки, ну, и просто, наверное, продюсер. Замечательно. Хорошо. А расскажите, с какими известными артистами вы работали? Ну, чтобы наши дорогие телезрители, включив радио, понимали, что это именно ваша заслуга. Да, в Беларуси, можно сказать, что с очень многими, ну, с большинством. Ну, сегодня это Алин Хит, Наполи, Аня Шуркунова. Знаете, хотелось бы более подробно разобраться во всем этом. Вот, допустим, я начинающая певица, да, и я хочу свой первый трек записать именно с вами. Вот какой будет план наших действий? Ну, тут вообще разный подход, потому что есть те, кто пишут свою музыку уже, да, и понимают. То есть есть музыканты, прям музыканты. Те, которые там играют на каком-то инструменте, пишут музыку, да, и сочиняют текст. То есть вот они уже пришли, вот мне надо сделать классный трек. То есть такой вообще идеальный вариант. А если же кто-то приходит и говорит, что я хочу просто трек, тут начинается очень много вопросов. Поешь ли ты, нет, поиск текста, поиск саунда, ну, и затягивается очень. Бывают такие треки, делаются по полгода, просто один трек. Что насчет слов? Слова тоже пишете вы? Нет, я словами не занимаюсь, я занимаюсь узконаправленно, то есть конкретная разработка звука. Я по-большему занимаюсь продюсированием, то есть именно создание звука, именно как трек должен звучать. Скажите, а по окончанию трека, вот, все-все готово, есть крутой трек. Вы помогаете с его продвижением на радио, в какие-то другие места, вот, чтобы человека знали, чтобы артиста слушали? Этим занимаются продюсеры, другие продюсеры. Так называются, типа, менеджеры, либо лейбл-менеджеры. И, конечно же, если это все на топ-уровне, этим занимается лейбл. То есть артист обращается в лейбл и подписывает контракт, и уже лейбл занимается продвижением. Сергей, вот мы с тобой сейчас общаемся, и я слышу очень много непонятных для меня слов. Я уверена, не только для меня. Можешь, пожалуйста, пояснить значение тех же слов, как мастеринг, демо, не знаю. Миксинг, наверное. Миксинг. Ну, демо в понятии тут вполне ясное, да. Делается какой-то примерный заготовка трека, дается артисту, слушается, нравится, не нравится. А потом уже на него пишут и слова. Нет, все со словами. Музыка и слова, все, даже может другой человек спеть и, как бы, послушать. Уже артист может послушать. Хорошо, а миксинг? А миксинг? Ну, вообще, создание трека делится на несколько стадий, да. Первое, это продюсирование конкретно, создание звука. Второе, это сведение трека, чтобы это все звучало хорошо, красиво. Это миксинг у нас, да. А миксинг, это уже выравнивание громкостей, но если так коротко сказать, чтобы трек звучал так же, как другой трек. Так же громко, так же насыщенно. А вот вы работаете в каких-то крупных студиях? Да, я сотрудничаю с многими студиями, которым, например, это просто музыка. То есть это в основном так происходит, потому что, ну, невозможно быть, все время оставаться самым крутым, да, там, и писать музыку. И крупные студии они сотрудничают со многими артистами. То же самое, например, как под проект какой-то, невозможно взять одного человека, который будет, вот, писать музыку. То есть если кому-то делается альбом, это делают несколько людей, пишут музыку. Ну, опять же, связано все на знакомствах, на общении, там. Кто-то знает, что я, там, вот, пишу музыку. Обращаются, например, сделать какой-нибудь, там, клауд-рэп, например, стиль, да. Например, я скажу, я, например, такое не делаю, да. Или наоборот, делаю. Окей, я сделаю. Ну, вот так вот это все построено. Хорошо. Какие самые популярные стили и в каких стилях больше всего вам нравится писать музыку? Сегодня популярный стиль – это… Что такое популярная музыка, да? Это музыка, которая мейнстримовая. Мейнстримовая – это та, которая играет на радио, да. Опять же, как-то, как говорится, кальянный рэп есть, есть дип-хаус перемешанный вообще со всякими другими стилями, да. Но это слушается, как Маруф тот же стиль, да. Но сегодня вот то, что мы, в общем, слышим на радио. То есть я это конкретно все умею делать. То есть если что-то найти, какой-то звук, я это смогу сделать. Сейчас мы находимся в студии Сергея Пономарева, и нам всем очень интересно посмотреть, что используется для создания трека. Я могу ответить сначала на вопрос. На сегодня для создания трека всего лишь нужны хорошие наушники студийные и хороший ноутбук. Все. Этого достаточно, чтобы стать таким же крутым, как вы? Этого достаточно, да. Но, конечно же, тут нужны другие факторы. Там музыкальное образование какое-то, да. Хотя без музыкального образования современную музыку как бы тоже можно писать, но нужно иметь хороший очень вкус. Я использую для создания музыки, ну, не только компьютер, конечно же, у меня есть другие инструменты, такие как аналоговый синтезатор, MIDI-клавиатура, да, полноформатная, чтобы можно было наиграть какие-то партии и так далее. И для каких-то вещей уже для миксинга, для массинга, да, я использую аналоговое оборудование. Опять же, оно может отличаться, у всех разное, кому что нравится. Ну, давайте, может, посмотрим что-нибудь. Окей. Спасибо большое, Сергей, нам было очень приятно с вами пообщаться. Я даже узнала кое-что новое для себя. И я думаю, наши телезрители тоже остались довольны. Ну, а на этой прекрасной минуте нам пора прощаться. С вами была Ваэтикян Елизавета и Сатим. Всем пока. Пока. И до новых творческих встреч. А теперь настало время узнать, как украсить мир вокруг себя. На самом деле, звучит довольно сложно. Нет, это, безусловно, очень просто. Вот увидишь, чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Или с того, что тебя окружает. Интересно, что же подготовили наши коллеги на этот раз? Смотрим сюжет. Привет-привет всем любителям покреативить. С вами на связи Иванова Варвара и... Земин Игорь. В эфире Kids Control Викитория. Мы приготовили для вас новую, забавную идею. Сегодня мы будем преобразовывать старые и не очень привлекательные тетради. Забавная задумка. Особенно если учитывать то, что на уроках бывает очень скучно. Яркие тетрадки помогут скрасить любое скучное занятие. Особенно если на них изображены любимые картинки. Нам понадобятся, самое главное, тетради, однотонная плотная бумага, клей, ножницы, а также заготовленные вырезки из журналов и газет. Некоторые вырезки у нас уже готовы, но остальные вырезки будем вырезать уже из журналов. Главное, чтобы картинки сочетались между собой и были в одной цветовой гамме. Да, я понимаю, но это очень сложно. Приступаем к основной части. Нам необходимо взять бумагу и обклеить ею тетрадь. Обрезаем бумагу под размер тетрадки и берем в соратники клей. Какая-то Украина получается. Идеально. Теперь дело за малым, но все же за самым важным. Клеим картинки. Тут никуда без художественного стиля и вкуса. Первым клеим картинку, которая занимает больше всего места и является основополагающей в нашей композиции. Композиция не очень. Получается вот такой вот замечательный коллаж. Вот, собственно, и все. Получилась красота. Теперь в этой тетради нам много приятнее будет писать конспекты. Такое занятие дает полную свободу фантазии. К тому же развивается мелкая моторика рук. Однако без аккуратности и усидчивости никуда. Зато радовать глаз будет еще очень долго. Прощаемся с вами. До новых творческих сюжетов. С вами были Демин Игорь и Иванова Варвара. До скорой встречи, друзья. Почему мне спать хочется? Как ты думаешь, какая работа самая тяжелая? Та, от которой не получаешь удовольствия. Мы ведь об этом уже говорили. Думаю, если мы говорим про тяжелый физический труд, тут будут немного другие реалии. Безусловно. Но я в этом не разбираюсь. Я разбираюсь только в том, что люблю. Могу смело тебе заявить, что ты счастливый человек. Ведь делай то, что ты любишь, посвящая этому каждый свой день. Если это не счастье, то что тогда? Для каждого счастье свое. Но мы предлагаем посмотреть вам сюжет про нашу его версию. Каникулы. Как много в этом слове. Кто не ждал их или не ждет, то крайне недобросовестно относится к своему детству. Уж как есть. Весенние каникулы 2020. Кто-то встретил дома, кто-то дома, а кто-то тоже дома. А вот кому-то действительно повезло. Да-да, я об этих людях, которых вы сейчас видите. Кто эти мальчишки и девчонки? И почему вы захотите следить за тем, как они проводят свои каникулы? Узнаем совсем скоро. Ну а пока давайте познакомимся поближе. Так, чай, я позитив, супер. Мне не холодно. Привет, страна! С вами я, Злата Кочерва. И прямо сейчас мы находимся в Dream Camp лагере. Это телеканикулы, где 30 мальчиков и девочек 7 дней и 6 ночей будут вариться в телевизионной кухне. А также поборются за право стать ведущими нашей телепрограммы. А также другие крутые призы тоже. В общем, Starway Production представляет. Всем привет! Раз мы уже на весе наших участников пришли к ним в корпус, пришло время с ним уже поближе познакомиться и узнать, из какого они теста у нас. Пойдемте! Привет, ребята! Я вижу, у них чистота. Ой, как красиво, слушайте. Позитивно все так много разных штучечек, мяучечек. Да скажи нам, с какой целью сюда приехала и вообще знаешь, что тут будет твориться? Ну, я приехала сюда с целью, чтобы попасть на телевидение. Творится тут, ну, наверное, мы будем снимать очень много и попадем на телевидение. Читала ли ты программу? Что же мне было написано? Расскажешь нам. Я еще программу не читала. Хочу, чтобы для меня это осталось такой вот интригой. Так что буду ждать каждого дня. Владик, расскажи, еще кого? Как дела? Как в лагере? Дела отлично. В лагере тоже все очень хорошо. Во-первых, мне приятно, что кто-то поехал с Тарвея, тоже, моей подруги, с которыми я тесно общаюсь. Есть ребята, с которыми я сейчас познакомилась. То есть у меня уже есть новые знакомства, за два дня проведенных в лагере. Но есть и те, кто мне не очень нравится. А вот с не очень поподробнее. Рассказывай. Мальчишки, очень молодежки. Мне сказали, что в данной комнате находится Вячеслав. Вячеслав. Вячеслав, расскажи, как тебе в лагере? Что-то как, нашел ли друзей? Да, я нашел друзей. Очень много, очень хороших друзей. Мне здесь очень нравится. Здесь круто. Даже бессмысленно. А что не нравится? Еда в столовой. Чем уже? Куда идем мы с камерой? Большой-большой секрет. Итак, сейчас мы заходим на этаж, в котором есть опасность. Потому что тут живут наши молодые, активные люди. Будем знакомиться? Опачки. Тут девочка с кружочкой. Кстати, моя тезка тоже Злата. Злата у нас приехала буквально сегодня. И как тебе вот первые минуты часы в лагере? Вы знаете, это отлично. Вот новое знакомство и новое развитие. Это так интересно. Зачем хочешь попасть на сей видение? Чтобы его славиться. Как тебе задание? Готов ли их выполнять? Молодежь такая пошла просто. Да, судя по всему, работы будет много. Ну, ничего, из каждого сделаем телеконфетку. И начнем сначала. Поделим наших участников на телевизионные команды. И тут чистая случайность. Кто с кем попадет? Работать нужно уметь и с любимыми, и с нелюбимыми товарищами. На телеке же, как на войне. Вы разве не знали? Мы специально не говорили участникам, что игра молекулы решит ее судьбу. И так можно было ждать подвоха. Пока пусть тренирует свое тело и реакцию, это тоже необходимо для телевизионщика. Друзья, я вас поздравляю, потому что сейчас вы смотрите на свою команду. Вы рады? Нет. Нет. Уберите его. Нет, меня не устраивает, когда нас распределили по команде, потому что там много мальчиков, и они ленивые. Во-первых, деление команд было самым необычным образом. Честно, до последнего момента, до голоса Нины, я вообще не поняла, что вы по командам. Я потом поговорила с другими девочками, и все уже поняли. Я одна не поняла, но для меня это был такой шок больше. Когда было распределение на команды, я вообще не ожидала, что в тот момент, когда мы разделялись по 10, я не ожидала, что это будет моя команда. Меня немножко расстроила команда, я разочаровалась. Я уже смирилась со своей командой, и мне теперь нормально. Честно говоря, мне нравится моя команда. В основном у нас все девочки, только три мальчика. Больше всегда я общаюсь с девочками, вот у меня мальчиков, друзей почти нет. И вот девочке, мне, кстати, с ним проще общаться, а с мальчиками, ну там, мальчики такие, я вам скажу, с приколдесом. Не, ну конечно, я пытаюсь помочь команде хоть как-то, но у нас такие девочки в команде, то что они все сами любят делать. Итак, у нас есть три команды. Андрюши, лунатики и корыстные войны. Название странноватое, но мы не об этом. Первое задание в студию. Дорогие, мы уже сказали, что на телевидении иногда бывает как на войне. Поэтому сейчас у нас будет первое и очень ответственное задание, которое называется «Голодные игры». Каждый из вас должен будет выбрать себе... Сколько предметов? Выбираем один предмет, без которого вы просто не выживете на телевидении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со всего мусора, который вы себе взяли, вы должны соорудить тотем. Это оберег, который будет защищать вашу команду от конкурентов. В конце дня у вас должен получиться предмет, который необходим каждому телевизионщику. Это будет такое ноу-хау, инновации. И обязательно мы будем слушать презентацию этих предметов и выставлять баллы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, мне не нравятся шумные вечера. Не, я люблю дискотеку, но когда мешают спать, я не люблю. Еще я узнала много разных слов новых. Но я их опять забыла. Наш корпус полон хлама. Так как они делают дела. Бутылочки, значит. Ограбили мусорку. Давайте, когда я найду нормальный текст, мы выйдем и прочитаем. Нет, давайте сразу. Всем классного времени суток. Это самые крутые телеканикулы вместе со Стербей Продакшн, а также с самым крутым лагером Дрим Кэмп. Бью-бью-бью-бью-бью-бью-бью-бью. Нам сложно требуется подмога. А в чем предназначение диска, который лежит на полу? А, это диск, который заканчивается вот сюда. Для того, чтобы световая лампа была. Всем привет. Сегодня мы хотим представить вам тотем нашей команды. Тотем нас называется Андрюша. Девочки, я продала целых пять бутылок, чтобы купить этого дворецкого. Раз такой повод, так можно тогда загадать желание? А можно вопрос? Да. А почему тут чемодан? А, кстати, мы забыли интересным фактом поделиться. Вот ждали этого вопроса. Андрюша любит путешествовать. А вы знаете, этот дворецкий, он непростой. У него есть камеры, чтобы следить за вами. Ведь вдруг вы жульничаете? Вообще, самая главная функция, что он может тебя кормить. Здесь есть вообще посуда. И все вы смотрите на нас и недоумевая, что с виду это как бы лампа кольцевая. Вы наш тотем, продюсер и нас благословим. Ведь изобретение наше мобильно для телевизора. Спасибо. Да, если хотят со мной дружить, то я хочу дружить с тем человеком, который хочет со мной дружить. Меня сейчас начали шиберить с одним мальчиком. И это началось так прямо сильно только сегодня. То есть вчера вечером после дискотеки мы с девочками лежали у себя в комнате, обсуждали все. Короче, как-то зашел разговор о том, кто с кем танцевал. И они почему-то решили, что я слишком много говорю вот об этом человеке, о Глебе. И, короче, они как-то так решили, что он мне нравится. Да. Ну, это неправда. Один мальчик станцевал с девочкой другой, а этот мальчик нарылся другой девочке. Это идеально, по-моему. Дискотека. Минус голос. Почему вас шиперят? Рассказывай. Я-то откуда знаю. От кого-то слух пошел, и все, и сразу минус весь лагерь. Меня отправили, наверное, в этот лагерь из-за наказания. Меня отправили как наказание в этот лагерь. Типа, я вообще не хотела. Я разбила папину машину. В общем, это было накануне моего дня рождения. Я прям вообще вся горела желанием уже поскорее, чтобы он начался. И мы решили заехать в магазин. Это было где-то в часов девять. Ну, значит, пошел в магазин, хотел меня взять с собой, но я решила остаться в машине. Я решила положить ноги на переднее сидение и задела этот рычаг сцепления. И она поехала назад и, в общем, врезалась в другую машину. Он такой, типа, выходит из магазина, такой, э, что? Я думала то, что мои весенние каникулы, они просто полностью сорвались, и вообще все будет ужасно. Мне здесь очень нравится, если честно. Здесь очень весело. Все сейчас отлично. Мне нравятся очень вожатые, вообще все люди, которые здесь меня окружают. Ну, все круто. На сегодня, дорогие, пожалуй, все. Встретимся совсем скоро. Настало время прощаться. Не забывайте про наши странички в Инстаграм, ведь мы так стараемся выкладывать для вас интересный контент. С вами было стильное, модное, вкусное, яркое шоу для всей семьи Media & Stars. И мы его ведущие. Пока вы Виктория и Милана Сосновская. Прощаемся ненадолго. Главное, помните, ваши дети могут больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова